коллеги добрый день с вами сергей наумовский в рубрике совет недели на канале автомаркетолог в рубрике будет много интересного подписывайтесь на канал оставляйте свои комментарии сообщать нам чтобы вы хотели видеть следующих выпусках сегодня поговорим о развитии автоиндустрии а стимулирование автоиндустрии в целом я недавно был на одном на одной конференции где обсуждалась следующая тема как выгоднее создать определенную технологию неважно какой технологии шла речь некоторые коллеги на конференции утверждали что дешевле купить готовое решение потом его заточить именно под нужды специфической задачи некоторые коллеги говорили о том что выгоднее более правильно сделать изначально создать новое решение речь шла о создании достаточно непростого решения требующего большую базу данных различной интеграции но опять-таки это не столь важно в россии при создании нового решения такие вопросы возникают достаточно часто а вот на западе в сша в европе уже в течение многих десятков лет существует мнение что развивать новые технологии для больших компаний абсолютно невыгодно гигантские корпорации которые занимаются как раз продвижением новых технологий очень часто их r&d бюджет то есть бюджет на разработке он равняется практически нулю как они добиваются развития новых технологий практически не имея бюджета на разработке делают они следующим образом они отслеживают десятки и даже сотни стартапов и когда какой-то стартап добивается успеха в каком-то определенном сегменте имеет какое-то уже начальное количество клиентов которые пользуются успешно этими новыми технологиями они его просто выкупают за хорошие деньги что это дает это дает то что им у них нет необходимости вкладывать деньги в значительное количество по сути тех же самых стартапов только внутри самой компании все знаем что там из 10 15 20 стартапов выживает и имеет успех только один или два но немного и соответственно подобный подход позволяет большим компаниям внимательно следить за рынком и покупать именно те технологии которые уже имеют больше шансов на успех при этом это также дает хорошие возможности для старт для самих стартапов потому что они знают что если они что-то выпускают хорошее пользующиеся успехом они получат за это хорошие деньги подобный подход эффективен безусловно и уже считается стандартом индустрии в россии почему-то это не настолько распространено но тем не менее подобный подход также позволяет стимулировать развитие самих технологий внутри какого-либо определенного сектора индустрии например в автобизнесе сегодня давайте поговорим о компании сталантис это один из крупнейших автопроизводителей мира у них есть программа поощрение стартапов и вот совсем недавно буквально несколько дней назад они объявили о награждении 7 стартапов в определенных категориях имеющих отношение к автомобильному бизнесу давайте посмотрим что это были за стартапы что это были за категории вот на этом слайде мы посмотрим награды награды стартапов по программе сталантис star award которые были сделаны буквально несколько дней назад если не ошибаюсь 14 июля первая категория была опыт работы с клиентами и награду в этой категории получила компания хаас сша следующая категория это качество награду в этой категории получила компания дааксиум в турции следующая категория новый бизнес награду в этой категории получила компания диэс и тэнс во франции автомобильные технологии награду в этой категории выиграла компания инвизикс в великобритании следующая категория была индустрия 4.0 ее в этой категории победила компания фигитол в бразилии награду в категории цепочка поставок получила компания джета карго которая из аргентины и бразилии одновременно и в последней категории гибкость эффективность получила награду компания блэнкин из индии что мы видим мы видим что компания сталантис открыла внутри себя специальную программу поощрения стартапов которые помогают развивать автомобильную индустрию почему это все важно именно сейчас и именно в россии мы все знаем что в россии сейчас идут тектонические перемены в автоиндустрии в автобизнесе в автопроизводстве в россии существуют большие компании автопроизводители такие как автоваз уаз газ этим компаниям имеет смысл точно также по примеру западных компаний например стилантис открытия программы поощрения стартапов россии есть множество небольших но очень талантливых компаний которые зачастую делают замечательные открытия которые могли бы продвинуть всю авто индустрию россии вперед в целом причем если на западе есть уже достаточно большое количество продвинутых технологий то в россии в связи с недавними развитием множество технологий которые использовались в автоиндустрии до текущего кризиса такие как и без другие различные технологии они по сути исчезли с рынка то есть стимулирование поощрения подобных стартапов привело бы к динамическому развитию производства и развития таких технологий сейчас в россии это было бы крайне важно это было бы полезно всем в первую очередь включая подобных автопроизводителей затем очень интересная очень прогрессивная и имеет огромный потенциал мы вероятно мы разберем ее отдельно в больших подробностях в одной из наших будущих публикаций однако сегодня хотел это просто вынести как материал к обсуждению и показать наглядно показать позитивный подход и один из вариантов развития вот подобных таких интересных технологий в автоиндустрии и пример конкретный пример как огромные автопроизводители один из крупнейших в мире поощряет развитие подобных технологий и небольших компаний